Пока вашингтонские законодатели обсуждают, как обеспечить Америке преимущество в технологической гонке с Китаем, Американские исследовательские институты остаются на передовой линии этого соперничества. Сегодня три четверти иностранных ученых в США занимаются именно исследовательской работой. В стране не хватает собственных выпускников научных вузов. Но потом очень многие из специалистов иностранные сотрудники с докторскими степенями уезжают из США из-за иммиграционных проблем. Карри Бинген в прошлом занимала пост заместителя министра обороны. Сегодня она – одна из 18 специалистов по вопросам национальной безопасности, кто подписал письмо Конгрессу США с призывом снять ограничения на прием в страну иммигрантов с учеными степенями в области науки и технологий. Если мы собираемся выиграть в гонке технологий, то нам нужны лучшие умы, как из США, так и со всего мира. Специалисты по безопасности, однако, предупреждают о том, что Пекин активно использует зависимость Америки от иностранных талантов. Китай отправляет своих людей в США под видом исследователей, студентов, просто гостей и, если откровенно, использует американцев в академических кругах для своих целей через программу «Тысяча талантов». Все это делается для кражи интеллектуальной собственности США. Так, в прошлом году 58-летний профессор из университета штата Огайо Сун Гоу Джен признался, что, будучи участником программы «Тысяча талантов», солгал в заявках на гранты правительства США, чтобы получить более 4 миллионов долларов, которые он планировал потратить на развитие китайской медицины. Сейчас он отбывает три года тюремного заключения. Недавно директор ФБР Кристофер Рэй в совместном выступлении с главой британской внутренней разведки Ми-5 подчеркнул опасность для бизнеса, исходящего из Китая. «Китайское правительство нацелено на кражу ваших технологий, независимо от того, что двигает вашу отрасль, и использование украденного для подрыва вашего бизнеса и доминирования на вашем рынке». Пекин ответил на следующий же день. «Эти замечания представителей разведки полностью изобличают ее глубоко укоренившийся менталитет времен Холодной войны и идеологические предубеждения». Бывший советник Министерства образования США Дэн Каррелл считает, что университеты и организации, предоставляющие гранты, должны разработать дополнительные меры безопасности для защиты исследований, имеющих значение для безопасности страны. По его словам, сейчас системы проверки международных исследователей не существует. «Нет никакой системы расследования и предотвращения кражи интеллектуальной собственности или анализа данных тех, кто вовлечен в этот процесс». Эксперты отмечают, что создание такой системы является критически важным для будущего Америки. «Мы вовлечены в гонку технологий с Китаем, и сейчас у нас серьезные шансы ее проиграть». Джессика Стоун, Нина Вишнева, Анатолий Кошенко. Настоящее время. Америка.